Вот уж действительно море детей сегодня собралось здесь, на площади Южного Мола. Каждый из этих ребят готовился к конкурсу не меньше месяца. Увлекательному научному квесту сегодня поспособствовала и теплая солнечная погода. 183 команды, представленные школами всех районов, расположились на ковриках. Кто-то принес скамеечки, ведь до начала первого задания еще целый час. Чтобы время не прошло даром, повторяют все, что учили. Удача Поляковых, да, вспомнили всех. Григорий, два, правильно, начало и имен. Откуда пошло название Магри, команда 6-й гимназии уже знает на зубок. Но не только эта тема кубановедения понадобится в ходе конкурса. Проверка будет по географии, истории, биологии и многим другим предметам. Изучали у нас флору, фауну Черного моря, изучали. Очень интересно, я сама вам серьезно говорю. Я очень много узнала того, чего не знала. И таких конкурсов побольше, вот прям побольше. Потому что мы живем в таком прекрасном крае, мы должны знать о нем очень много. А вот ученица 10-й школы Надя Пархаева в интеллектуальных заданиях участвует уже второй год. Отличница, как тому и подобает, капитан команды. Говорит, все учили. Но даже если что-то забудем, то сильно не расстроимся. Я говорю, чтобы все было хорошо, что удача всегда есть, и что надо стараться. Это очень интересно и познавательно. Я считаю, что очень стыдно не знать о Черном море, если ты живешь от него очень близко. Помимо подготовки интеллектуальной, все команды приняли участие и в творческом конкурсе. Делали фотографии. Группы, выполнившие задания лучше всех, сегодня получили дипломы и подарки. Кроме заданий на площади, наши младшие группы, это учащиеся первых и вторых, третьих массов, будут выполнять еще задания, расположенные на территории от Морского порта до гостиницы Приморская. Им нужно будет найти контрольный пункт и там выполнить определенные задания. Начали ребята с флагов. Командам нужно было нарисовать и правильно раскрасить символы государств, окружающие Черное море. А вот как справились ребята с другими задачами, станет известно в конце ноября. Тогда же состоится второй тур конкурса. В центре детского и юношеского туризма сразятся сильнейшие команды.